МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главная тема выпуска. Достойная награда. Михаил Игнатьев получил медаль святого Авраамия Болгарского. Достояние республики. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения народного поэта Чувашии Стихвана Шавлы. Бабье лето. В ближайшие дни жители Чувашии ожидает солнечная погода. Правительство Чувашии обсудило сегодня изменение бюджета республики на 2015 год. Речь идет об уменьшении собственных доходов бюджета. Оно вызвано уменьшением собираемости налогов на прибыль организаций, налогов на доходы физических лиц, акцизов на алкогольную продукцию и на пиво. При этом увеличиваются плановые назначения по налогу, взымаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также увеличиваются и плановые назначения по неналоговым доходам. Безвозмездное поступление составит почти 700 миллионов рублей. В рамках перераспределения средств дополнительные ресурсы выделяются на строительство спортивных объектов 198 миллионов рублей, на строительство хирургического корпуса онкодиспассер 30 миллионов рублей. Если сложить и вычесть все уменьшающиеся и увеличивающиеся средства, получится, что бюджет республики на 2015 год станет меньше на 302 миллионов рублей. С учетом носимых изменений параметры бюджета на 2015 год составят по доходам 36 миллиардов 756 миллионов рублей, рост против первоначально утвержденных назначений на 10 процентов или на 3 миллиарда 388 миллионов рублей, по расходам 40 миллиардов 656 миллионов рублей, рост против первоначальных утвержденных параметров на 10,5 процента или на 3 миллиарда 861 миллион рублей. Дефицит уменьшается на 154 миллиона рублей и прогнозируется в объеме 3 миллиарда 899 миллионов рублей. На заседании обсудили и законопроект о вопросах налогового регулирования, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации. Предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Подробнее об этом завтра в программе «Республика». Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика». Избирательная комиссия республики накануне утвердила результаты выборов главы Чувашии. Михаил Игнатьев получил 362 301 голос. За него проголосовали более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Эксперты продолжают обсуждать итоги. 13 сентября, в день выборов, Чуваско-Республиканская общественная организация социологов, проводила опрос избирателей на выходе с избирательных участков по всей Чуваско-Республике. Было всего 20 избирательных участков, и мы спрашивали у людей, как они проголосовали. На 19.00 были получены следующие данные. 64,3% проголосовало за Игнатьева. Николаева 14,7%, за Шурчанова 13,6% и Субботина 4,9%. Если сравнивать с результатами выборов, которыми уже опубликованы центральные избирательные комиссии, то разница от 0 до 1,5%. Для чего нужны вообще экзитполы? Экзитполы – это, во-первых, контроль за честностью подсчеток голосов. Если обычно итоги экзитпола от итогов выборов отличаются на 1-2% максимально, наш экзитпол с итогом выборов впадает в эту статистическую погрешность, что до 1,5% разница. Это говорит о том, что итоги выборов, вернее, подсчет голосов был верен. Явка говорит о том, что народ идет на выборы. Идет, потому что надо поддерживать. Поддерживать не только главу, но и депутатский корпус. Во-первых, для республики. То, что такой процент голосования за Игнатьева Михайловича – это повседневная работа. Много сделано в республике для развития и много делается. И радуют те результаты в городах у нас, в Чебоксарах и на Чебоксарах. Такая явка и такой процент голосования. Потому что мы знаем, что так большой процент города в Чебоксарах никогда ни один руководитель региона не получал. Это, кроме, уже сказано было, Владимира Владимировна Путина. И второй – это Михаил Васильевич Игнатьев. Поддержку городских жителей он получил. Потому что, на самом деле, много сделано для города Чебоксары. Это строительство садиков, школ, переселение из аварийного веткового жилья, дороги, ремонт. Красивый наш город. Поэтому народ пришел на выборы, чтобы поддерживать непосредственно главу Чебоксарской республики. А вот результаты муниципальных выборов будут утверждать в ближайшие дни. Больше всего работы сейчас в Чебоксарской комиссии. Встали с республики. Выборы в городское собрание депутатов проходили по смешанной системе. Жители столицы в день голосования получили три бюллетеня. Один по выборам главы Чувашии, два по выборам депутатов местного самоуправления. Горожане выбрали депутатов по партийным спискам и одномандатников. На избирательные участки пришли почти 367 тысяч чебоксарцев. Это 46,5% жителей столицы Чувашии. Самая высокая явка была у нас в московском районе города Чебоксары. Более 48% избирателей отдали свои голоса в Калининском 45,94% и в Ленинском 45,33% голосов избирателей. Явка была нормальная для такого рода выборов и для этого сезона, для сентября, когда люди в общем-то в выходные дни занимаются заготовками какими-то. Мы считаем хорошей явкой. Это показало, что избиратели заинтересованы в судьбе города Чебоксары, дальнейшего развития города Чебоксары. По предварительным данным, по единому Чебоксарскому округу лидируют представители «Единой России». Второе место заняла КПРФ на третьем кандидаты от «Справедливой России» и на четвертом ЛДПР. Яблоко патриоты России и коммунисты России не перешагнули 5-процентный барьер. В муниципальном избиркоме подсчитали, сколько мест в городском собрании займут представители парламентских партий. 15 – «Единой России», по 3 – «КПРФ» и «Справедливая Россия» и один депутат будет от ЛДПР. Александр Андреев избирается в третий раз по одному и тому же округу. Предварительные пока сейчас итоги подводятся. Вот у меня 55%. Я считаю, что для человека, который избирается третий раз, это достаточно хорошая цифра. Потому что в любом случае, знаете, третий раз сложно избираться. Я ведь, наверное, людям немножко надоел уже кому-то там уже. Хоть сколько бы я ни работал, все равно есть какая-то усталость. Поэтому я, в общем-то, выборами доволен. Но могу сказать все равно, некий осадок немножко у меня остался. Вот первый раз выборы проходили, когда здесь были и партийные списки. И вот уже участвовали и партии, и все остальное, скажем так. Это было в первый раз. И вот когда мы сталкивались, когда нам давали равные условия, площадки для общения с населением, выступали коммунисты, справедливые росы и разные. И вот я коммунистам задавал вопрос, да. Я говорю, вот вы появились за две недели на избирательном участке. А где вы были пять лет? Время покажет, насколько конструктивны они будут. Но я все-таки надеюсь, что в любом случае, скажем так, наверное, тоже будут достойные люди, тоже будут думать о горожанах. Самое главное, для чего нас избирают. В этой избирательной кампании, по мнению Станислава Песина, применялись не совсем чистые технологии. В рамках этой избирательной кампании очень активно использовалась технология растаскивания нашей комиссии, муниципальной комиссии по судебным процессам. Очень много было обжалований наших решений в судах. Но вот из всех решений, которые мы приняли, три решения только было протестовано в суде. А у нас, я могу сказать, что всего было 604 выдвижения. Но вместе с использованием грязных предвыборных технологий в обществе повышается и уровень грамотности. Большинство уже стали разбираться в перипетиях избирательного процесса. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Сегодня избранный глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Чебоксарской-Чувашской епархии Русской Православной Церкви. Возрождение духовной культуры и единства Республики, строительство храмов, духовно-нравственное воспитание и многое другое. Все это основные направления взаимодействия Кабинета министров нашей республики с Чувашской митрополией. Именно о сотрудничестве между двумя сторонами говорили сегодня в Доме правительства. Я полагаю, наши отношения только будут получаться, и мы эффективно как сотрудничали, так и будем сотрудничать. Слова искренней благодарности, глубоко уважаемый Владык, вам, прежде всего, потому что вы, управляя митрополией, в данном случае, и всеми теми епархиями, которые расположены на территории Республики, многое добиваетесь, и вы мобилизовываете людей, духовно обогащаете, и прежде всего, с точки зрения морали и этики, люди формируются, воспитываются на духовно-нравственной основе. За помощь в организации визита святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла в нашу республику Михаил Игнатьевы наградили медалью первой степени святейшего Авраамия Болгарского. Архиерейскими грамотами отметили и членов правительства Чувашии. 50 тысяч рублей такой суммы житель города Чебоксары пытался подкупить судебного пристава за то, чтобы он снял арест с автомобиля и вернул его обвиняемому. 146 тысяч рублей – таков долг 35-летнего жителя столицы Чувашии. За крупную задолженность у обвиняемого был арестован автомобиль «Лада Приора». Вернуть свою машину чебоксарец решил с помощью взятки судебному приставу. Необходимо отметить, что перед передачей взятки судебный пристав исполнитель предупредил обвиняемого о том, что таким образом должник может совершить преступление, а именно дача взятки должностному лицу. А тем не менее, это его не остановило, и он передал взятку. После чего его действия были пресечены сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике, а также отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, управление МВД по городу Чебоксары. Обвиняемому грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 40 до 70-ти кратной суммы взятки, либо в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки. Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары для детального рассмотрения. Ложный вызов пожарной охраны может стать причиной гибели людей. Из-за легкомыслия граждан на прошлой неделе пожарные Чувашии 24 раза выезжали понапрасну. С начала этого года уже более тысячи раз. Пожарные выезжают на каждый вызов. О том, что звонок оказался ложным, огнеборцы узнают только на месте. Такие жалости ставят под угрозу жизнь других людей, которые в этот момент могут действительно нуждаться в помощи. Чаще всего шутниками оказываются дети. Главное управление МЧС России по Чувашской республике обращается к родителям просьбой рассказать своим детям о недопустимости подобных развлечений. Как показывает практика, они дорого обходятся каждой из сторон. Взрослым тоже стоит воздерживаться от желания то ли неудачно пошутить. Ведь в отношении совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры административной и даже уголовной ответственности. Помните, современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов. 80% россиян хотели бы, чтобы в России снова появились вытрезвители и считают, что лучшее лекарство от пагубного пристрастия – трудовая терапия. Таковы результаты опроса, которые провели социологи Левада Центра. Сто лет назад в России существовал День трезвости. В этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольной продукции. В те годы количество алкоголя на душу населения составляло менее 5 литров в год. Сегодня эта цифра выросла до 13. В пересчете выходит, что ежедневно жители нашей страны выпивают как минимум 100 граммов водки. Для борьбы с пьянством в свое время в стране создали вытрезвители. Но 5 лет назад самые гуманные представители нашего общества решили, что это излишне. Вытрезвители исчезли, а пьяницы остались. Вернуть специфические учреждения предлагают теперь на высоком уровне. С такой инициативой выступила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Но в ведомстве считают, что клиенты, воспользовавшиеся услугами данных заведений, должны оплачивать их сами. А взамен вытрезвители предоставлять хотя бы какой-то комфорт. Вот что думают по этому поводу сами люди. В той или иной виде вытрезвители, я думаю, имеет смысл возродить. И даже то, что там момент трудотерапии был, я тут тоже думаю, это полезно. Извители нужны, но только бесплатные. Мне кажется, платные за это никто не будет даже использовать люди. А бесплатные нужны для того, чтобы, если, допустим, люди будут пьяные, их можно было хотя бы где-нибудь найти. Мое особое личное мнение, что как бы ни к чему они. С другой стороны, бывают случаи, что человек уже не в состоянии сам дойти до дома, особенно в зимнее время, и сам уже сталкивался, что вот просто находил людей и приходилось вызывать, в любом случае, вывозили их в отрезитель. Мне кажется, нужны. Почему? Чтобы пьяных на улице меньше было. Чтобы они не бродили, а находились в отрезителе. Должны получать квалифицированную медицинскую помощь и соответствующее, как говорится, обслуживание. Но не бесплатно, если человек перебрал, наверное. Так или иначе, но морально общество готово к возврату этих учреждений. Зависимые от алкоголя люди представляют серьезную угрозу нашей безопасности. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. 17 сентября с 11 до 12 часов сотрудники МВД проведут горячую линию. Жители смогут узнать, к примеру, как получить разрешение на оружие, поставить или снять с учета автомобиль, получить справку об отсутствии судимости для трудоустройства и другую информацию по предоставлению ведомствам государственных услуг. Телефон к горячей линии в Чебоксарах. 62-73-33. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения чувашского поэта Стихвана Шавлы. В республике его имя знают многие. В Чебоксарах в Литературном музее прошла выставка «След на земле», где были представлены его фотографии и книги. При жизни Стихван Шавлой выпустил 30 книг. На многие его стихи были написаны песни. Все, кто знаком с творчеством поэта, помнят его самобытный стиль, который можно легко узнать. Его не спутаешь ни сухсаем, ни сузангаем, ни с мета, ни с алга. Он звонкий, в юности похожий на Маяковского. Но у него свой стиль. Немного иршистый и в мыслях, и в стиле, и в речи. Сытый человек не просит хлеба, за водой не ходит по соседям. Но чтоб отчакры жить быстрее, за огнем спешит к своим друзьям. Характер и внешность поэта были под стать его стилю. Боевой, прямолинейный, громкоголосый, высокого роста. Именно таким его вспоминают друзья. Не зря его фамилия на русском звучит, как Шумков. О страсть, о жажда бытия, нет утешения и не будет. Как боль успокоил я, неужто век в груди прибудет. Наивен ты. Пожар внутри даст право состязаться с веком. Раз ты назвался человеком, не смеешь часто плеть. Гори. Его творчество очень обширное. Он писал и для детей, и для взрослых. Много его произведений на тему юмора и сатиры. Стихлан Шавуэ оставил значительный след в чувашской литературе. По сей день выходят книги, посвященные его творчеству и биографии. Алексей Табинов, Алена Аутухова, Олег Якимов, Республика. Не было лета настоящего, зато пришло лето бабье. О том, какая погода ожидает жители Чувашии в ближайшие дни, нам рассказали в гидрометеоцентре Чувашии. Тепло и солнечно. То, что жители Чувашии так и не дождались летом, пришло осенью. По мнению синоптиков, радовать такая погода может вплоть до 24 сентября. Но прогноз – дело неблагодарное. В гидрометеоцентре Чувашии не стали заглядывать пока дальше трех дней. В ближайшие трое суток на территории Чувашии сохранится влияние древней антициклона. Ожидается теплая, сухая погода. Утром в отдельных районах туман. В среду-четверг ветер слабый переменных направлений. В пятницу юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 5-12 градусов. Днем будет повышаться до 16-22 градусов. По данным сайта погоды, 21 с 17 по 20 сентября могут пройти дожди. Затем опять станет сухо. 21 по 24 сентября станут заключительными днями бабьего лета. А с 25 на смену сухой и теплой погоде придут дожди и существенное похолодание. А в последний день сентября может пойти уже мокрый снег. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова